Девочка-пай 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 Добрый вечер! Это девятая студия. Сегодня у нас среда, 26 апреля. Все, пик рабочей недели наступил. Все верно. Это вот самый тяжелый вечер у вас. И мы сделаем его чуточку легче. Вместе с Юлией Руш. И Максимом Кропотовым. Смотрите, наконец-то мужская компания разбавилась прекрасными очертаниями лица. Не эти грубые, щетинистые, а прекрасные. Ну что, сегодня будет много чего интересного, полезного, классного, забавного, веселого. И все это для вас. Но самое главное, друзья, это будет общение. Где будем общаться, Юль? Общаться мы, конечно же, будем в группе девятка этого Кира ВКонтакте. Там есть пост, вы можете писать ответы на нашу тему эфира. Сегодня, кстати, она тоже такая приятная, с какой-то стороны даже больше женственная. И звучит она так. Какой запах вам нравится и почему? Ароматы. Поэтому перечисляем ароматы. Возможно, это запах с детства. Возможно. Поностальгируем. Запах свежескошенной травы, которую ты берешь в охапку и несешь в сарай. Вот так вот. У меня такого воспоминания нет. А у меня чуть-чуть еще остаются где-то там в далекой памяти. В общем, друзья, все правильно. Пишите. Девятка ТВ. Пост с прямой трансляцией. Под ней в комментариях. Вы пишите, общаетесь, передаете приветы. Ну, а мы за это дарим вам замечательные подарки. Во-первых, это пригласительный билет. Посмотрите, какой красивый. Вы таких красивых пригласительных еще не видели. Вот. А вот теперь он появился. В планетарии на две персоны. Вот если вы любите звезды и все, что связано с космосом, то вам туда... Вот ты любишь звезды. Я думаю, что да. Особенно мне хочется... Что там Ольга Бузова. Да, вот и про них. Нет, особенно мне хочется, когда станет чуть теплее, выехать куда-то на природу и смотреть на звездное небо. Но так как сейчас все-таки погода не позволяет, планетарий – это просто супер-возможность. Ну, а также у нас есть сертификат на шопинг для нее. Как звучит интригующе. Не для него, а для нее. Поэтому, мужики, надо дарить своим девчонкам подарки. Это будет классно, это будет правильно. Поэтому пишите комментарии и выигрывайте замечательные подарки. Как еще с нами можно пообщаться? Нам можно позвонить прямо в студию. Это очень легко сделать по телефону 35 14 04. Да, и мы выслушаем вас в прямом эфире, с вами пообщаемся. И, возможно, этот звонок как-то будет знаменателен для вас. Ну, тоже можно передавать привет и поздравления, признаваться в любви кого-то, куда-то звать, погулять. Хоть и дождик на улице сегодня прошел, зато прибило всю пыль. Но самое главное, если вы дозвонитесь до нас, отвечаете на вопрос нашего вечера, вы автоматически сразу уже получаете один из подарков, которые мы вам уже презентовали. Но что, если, Юль, подарков мало людям? Если подарков мало, что делать? Возможно, может, поучаствовать в какой-нибудь охоте. Да, как раз сейчас у нас проходит замечательная акция на телеканале. Это охота на подарки. Вы можете в ней участвовать. Она продлится до 30 апреля. 30 апреля состоится финальный розыгрыш. И охота в этот раз у нас проходит в социальной сети Одноклассники. Вот так вот. Поэтому стоит обороться за главный приз. Чем чаще вы участвуете, да, то есть каждый день можно участвовать, тем больше у вас будет счастливых номерков, которые там выдают. И чем больше номеров, тем больше шансов получить главный подарок. Во сколько, если ты помнишь, у нас 30 апреля? Я думаю, лучше напомнить тебе. По-моему, если я не шарюсь, в 11.30 будет у нас прямая трансляция, где будут разыграны классные подарки. Ну что, ну что, мы вам все рассказали, мы вам все показали. Я вот чувствую, вы голодные уже сидите. И вот что бы съесть? А в холодильнике и на плите шаром покати? Есть только колбаса. Вот. Но вы же не знаете, правильно вы выбрали эту колбасу, или не простая она, или нет. А вот наш корреспондент Александр Бушмакин в этом просто ас. Он недавно съездил, выбрал колбасу и снял про этот сюжет. Как правильно выбрать колбасу прямо сейчас? Записывайте. Колбаса частый гость на столе у многих. Чтобы не разочароваться в покупке, к выбору этого продукта нужно подходить внимательно. Сегодня разберемся, как определить вкус и качество колбасы на рынке или в магазине. Лот номер один. Колбаса вареная. Считается, что самая качественная колбаса сделана по ГОСТу. Государственный стандарт допускает в составе только натуральные продукты. Свинину, говядину, воду, яйца куриные, молоко коровье. Недопустимы куриное мясо, растительные белки, клетчатка и крахмал. Эту информацию мы изучаем на этикетке в первую очередь. Есть колбасы, приготовленные по ТУ. Это значит, что производитель самостоятельно определяет состав колбасы. Иногда мяса там можно вовсе не найти. Производитель не раскрывает информацию о ТУ. Однако, показатели качества в технических условиях могут быть как выше, так и ниже показателей в ГОСТе. Однако, состав производитель указать все-таки обязан. Чем состав короче, тем лучше. Далее оцениваем продукт визуально. Хорошая колбаса должна быть плотная и упругая. Если при нажатии остаются вмятины, значит в колбасе содержится много крахмала. Такой продукт нам не подойдет. Оболочка колбасы может быть натуральная и искусственная. Натуральную можно есть, но хранится колбаса в такой оболочке недолго. Если при производстве колбас соблюдена технология, решать, в какой шкурке купить продукт – дело вкуса. Но осмотреть ее нужно в любом случае. Поверхность самой колбасы должна быть ровной, чистой, без повреждений и проколов. Если оболочка влажная, значит колбасу неправильно хранят. А если оболочка скользкая, значит срок годности уже вышел. Аромат и вкус практически невозможно оценить, если вы приобретаете продукт в магазине. На рынке такая возможность есть. Аромат у колбасы должен быть свежий, легкий, ну а вкус мясной, разумеется, с легкой ноткой пряностей. Такие есть? Еще один популярный вид колбасы – полукопченая. Это изделия из мясного фарша или рубленого мяса, подвергнутые обжарке, варке, копчению и сушке. Этот вид колбас хранится дольше, отличается по вкусу и аромату от вареных собратьев. Но в целом критерии выбора любой колбасы одинаковые. Независимо от вида колбасы в ней не должно быть сои. Часто ее отмечают как растительный белок. Также смотрим на отсутствие генно-модифицированных организмов и глутамата натрия – усилителя вкуса. И самое главное – в хорошей колбасе должно быть много мяса. Приятных покупок! Ну что, теперь вы чуть больше знаете про колбасу? Вот так вот. И правильно выберите ее в ближайшем будущем. Самое главное, что если оболочка у кожуры сырая, значит ее неправильно хранили. Если она слизкая, значит она уже все просрочена. Это самое главное для меня. Остальное я съем. Вот так. Ну а прямо сейчас у нас еще один любитель колбасы. Я почему-то в этом 100% уверен. Даже недавно я его видел поедающим этот продукт. А Леша Власов у нас прямо сейчас на прямой связи. Леш, привет! Привет, привет! Привет, ребят, привет! Как твои дела? Дела великолепно. Как ваши дела? Отлично! Слушай, вот без тебя что-то не хватало. Без тебя! Что-то не хватало. А как ты появился? Вот все, пазл сошелся окончательно. Потому что ты, когда приходишь к нам, мы всегда рады. А еще ты что-то приносишь всегда к нам. Приношу, да. Это не колбаса, конечно. Я не так, Саша. Согласен, Максим. Я тоже сожалею, что не с колбасой я пришел. Но меж тем и я все-таки... Арицечка есть, да, и не менее пикантная, назовем ее так. Сегодня я пришел к вам с необычными, забавными объявлениями, которые были размещены на очень популярном сайте, по размещению как раз-таки этих самых объявлений. Давай, с удовольствием послушаем. Давай рассказывай, что ты там нашел. Погнали. Все мы зачастую пользуемся, знаете, этими умными часами, да, смарт-часы вот эти вот. Вот эти вот. Вот как мы все видим, да. Так вот, следующее объявление будет как раз-таки по поводу этих самых умных часов. Так, покажите нам что-нибудь. Так, появился заголовочек у вас? Да. Отлично. Я уже вижу. Вот такие вот Galaxy часы, как написано. Я жене предлагал такие, но она отказалась. Интересно, почему? Не знаю. Я с ремешком больше. Так вот, читаю описание. Продаю прям Galaxy. Продаю, так как большой экран неудобно носить на руке. Слушай, ну, я так понимаю, эти часы раньше лежали у кого-то в кармане. Скорее всего, в заднем даже. Да, да, да. И поэтому, ну, чуть-чуть экран треснут, я смотрю. Пару, пара царапин. Не все, возможно, приложения. Ну, БУ же, БУ все. Ну, и цена соответствующая. Ну, главное время показывает, наверное. Слушай, я не удивлюсь, если в будущем, в будущем, часы вот станут вот такими вот уже. Такой формы. Где вот уже вот такой вот экран. Ну, скорее всего. Люди же что, у нас с годами слепнут. Ты думаешь, из-за этого, да, диаметр? Поколение за поколением у них все там. Два, один, ноль, минус два. Вот. И тут как бы в целом. Включаешь подсветку, это уже фонарь получается. Как на маяке можно стоять, крутиться вот так вот. Фейс-Айди только не будет работать. Я тоже думаю, да. Ну, слушай. Прикольная идея. А сколько просят? 500 рублей всего. А, 500 рублей? Юль, задумалась часы менять свои. Слушай, я бы вообще этого человека еще сильнее зауважал, если бы он прям еще и цену загнул. Что бы такое? Тут уж видишь, все-таки, все-таки видно, что товар БУ. Поэтому он справедливый. Все все правильно поняли. Человек сломал телефон и решил таким образом подшутить. Да, да. И подзаработать. А вдруг, как говорится, отрельно. А вдруг кто-то купит? Да. Ну, кто-то незнающий. Кто-то незнающий. Не то, что незнающий. Кто-то такой же. 500 рублей, такие часы широкие. Такой же шутник. Любимая, я тебе часы купил. Лучший подарок на 7 марта. Да, это подарок или на 9. Или, да. Уже 8 лучше такое не дарить. Ну что, давайте двигаться дальше. Да, сейчас будем говорить об уникальных дизайнерских вещичках. Мир моды. Юля сейчас должна была сделать так. Ну, я почти так и сделала. Великолепно. Так вот, нам предлагают современные лапти. Покажите нам современные лапти, пожалуйста. Вот так это не выглядит. Я так понимаю. Очень мелко, я слегка не могу разглядеть. Юля, это пакеты. А, это пакеты. Хорошо. Нет, Максим, это лапти. Лапти, но сделаны из современных материалов. А кроме пакета, что там еще используется? А все? Все. Юль, а тебе недостаточно? Нет. Ну, в целом, вот сегодня, в течение дня... Очень бы пригодилось. Кому-то такие лапти. Причем, знаете, это еще лапти, я вижу из разных магазинов. Разных брендов, да? Разных брендов, да. Один на «Г», второй на «М». Прочитаю описание. Давай. Продам лапти из современного, непромокаемого материала. Ручная работа, эксклюзивная модель, выполнена в единственном экземпляре. И стоит всего-навсего 4,5 тысячи рублей. Вот, вот за это я человека уважаю. За цену, да? Два пакета он за 4,5 тысячи рублей продает. Какой? Ну, мы раньше так в футбол играли. В пакетах? Ну, носок, пакет, носок, и поехал. Но промокает же все равно. Да, да, я тоже в детстве пробовала. Нет, смотри, не промокает, а всплевает. Ну, возможно, хорошо. Поэтому, но не промокает, работу свою выполняет. Ну, слушайте, прикольно. И уникально. Слушай, а можно же было... Почему он на этом остановился, этот продавец? А как же вот этот вот отстегивающийся капюшон? Вот эта шляпка? Или как эти перчатки, варежки? Так можно просто написать, что это пять в одном, и все. Много функциональный материал. Вот так много функциональный материал. И все сработает. Современный материал. Вот тогда было бы интересней. А тут лапти, во-первых. Ну, лапти, сейчас лапти кто покупает. Кому нужны, да? Ну, вообще-то сейчас модно возвращаться, так скажем, к истокам, к натуральности. Ярополк. Но мода, Леша, не настолько циклична, как ты думаешь. Но вдруг... Ну, вот не настолько. Ну, ладно, хорошо. Все, давайте будем двигаться дальше. Сейчас вот еще более уникальная вещь будет продаваться одним человеком. Можно уже показать... Покажите наоборот. Стол, который раскрыл мне секрет успеха. Я боюсь спросить. Каким образом? Каким образом? Ну, вот стол, просто стол. Как бы что? Вот, Максим... За ним были какие-то переговоры. Просто стол, ты говоришь. А стоит он 400 тысяч рублей. А за что такие деньги? За секрет успеха, видимо. Совершенно верно. Юль, если ты купишь этот стол, ну, может такое случиться, что он и тебе там, не знаю, нашепчет, покажет. Слушай, возможно, там выцарапан рецепт успеха. Не исключено. Возможно, там снизу жвачка Илона Маска. Возможно. Больше я не могу себе представить. Чем он может быть, да? Нет, я, конечно, могу, но не буду об этом говорить. Видимо, за этим столом проходили какие-то очень важные переговоры. Ну, наверное. Которые изменили судьбу человека. В любом случае, автор, естественно, этот секрет не рассказывает. Он лишь говорит, что это уникальный стол. Он мне очень сильно помог. Поэтому цена его 400 тысяч. Самое главное что? Занести интригу. Да, и было бы круто, если бы Леша еще созванивался с теми, кто выкладывает объявления, чтобы уточнять. Пускай, пожалуйста, а как конкретно он принес вам удачу? А, спасибо. Меняем. Возможно, так быстрее бы покупатели нашлись. Ну, не очень хочется мне это делать. Возможно, это человек-повар. Возможно, он приготовил какой-то шедевр на этом столе. Возможно, этот человек ученый. Писатель. Он наконец-то решил какую-то формулу. Задачу, да. А, возможно, бизнесмен договор подписал за столом. Все. А не то, что мы думаем. Давай дальше. Давайте напоследок еще одно объявление. Тут, конечно, я хотел бы закончить всем тем, что мы любим больше всего. Это котики. Миленькие котики. Но этот котик непростой. Он жаропрочный. А, погоди. Он там плит. Плита. Это плита. Под ним горит огонь. И он сидит на комфорке. На работающей комфорке. Читаю описание. Коту надоело жить. Оно, оно большое. Давай. Черный кот, покрытый жаропрочной шерстью многократного использования. Из кварцевого волокна, разгоняющего поверхностный нагрев. Даже когда тело кота разогрета докрасно, его можно гладить по голове, температура шерсти на ней будет не выше комнатной. Диапазон рабочих температур от нуля до двух тысяч кельвинов. Не прихотлив, не орет. Так, друзья, давайте сразу расставим все точки над «и». Не пробуйте повторить это дома со своими котами. Мы вас отговариваем как можем. От жестокого обращения с животными. Да, от жестокого обращения с животными. Это уголовно наказуемо. Я, если честно, это... Подожди, это реально живой кот или это фигурка кота? Нет, это реально живой кот. Мне кажется, плита не настоящая. Или это фотошоп. Ну, этого, к сожалению, тут не указано. Но сам факт того, что, по крайней мере, кажется так, что комфортка включена, и котик спокойненько на ней сидит. Или это кот Дэвида Копперфилда. Да. Ну, или это просто шутка, да. Или у Кулачева перебор с кадрами. Я больше... Еще больше версий нет. У меня больше версий нет. Но, честно, котика жалко. Ну, мы все-таки будем надеяться, что это котик Супермен. Это весело и страшно. Это больно и смешно. Вот я бы так сказал. В общем, Леша, спасибо тебе за первые три объявления. За это я тебя благодарю. А за последнее я тебя благодарить не буду. Не меня, а автора. И автора тоже. Леша, а перед тем, как ты пойдешь отдыхать, а мы продолжим работать, мы хотим узнать у тебя, какой запах тебе нравится больше всего и почему? Так, как я вырос в деревне, я обожаю запах свежеиспеченного хлеба. И обычно... Когда еще корочка вот эта вот... Да, да, да. Бабушка испекла хлеб, он горячий. Ты эту корку быстрее чекрыжеваешь, наливаешь себе холодного молочка. Причем только надоеного. Ну, нет, не совсем только надоеного, а все-таки оно холодненькое должно быть. И вот можно топленого даже. Красота. Это еще круче. И вот все это... Еще и маслице выдаешь. ...приговариваешь. И такая красота. И спать идешь. Ну, спать не спать, там я, скорее всего, вторую курочку еще доедал бы. А потом спать все. Да, прям как сейчас ты сделаешь это, а мы продолжим. Ну что, спасибо Алексею говорим мы. Надеюсь, что и говорят все наши телезрители. Ну, а мы продолжаем. Прямо сейчас мы Лешке задавали очень много глупых вопросов. Ну, когда узнавали, что же он нам такое интересное в объявлениях принес. Но мы на этом не остановимся. И прямо сейчас дадим еще глупые вопросы. Только на этот раз кинологу. Кто это такой и чем он занимается, узнаете прямо сейчас. Хочешь узнать что-то новое об интересных профессиях, но боишься спросить напрямую? Каждую неделю мы будем задавать 9 глупых вопросов представителям какой-либо профессии. И они расскажут, как все есть на самом деле. Елена Огородникова. Кинолог. Всем здравствуйте. Я Елена Огородникова. Я кинолог. Занимаюсь дрессировкой собак. Кинолог – это тот, кто смотрит кино? Ну, я люблю смотреть кино, но на самом деле кинология – это наука, которая изучает поведение домашних собак. То есть кинолог имеет много разных специальностей. Некоторые занимаются, допустим, разведением собак. Некоторые занимаются дрессировкой. Дрессировка тоже делится на много разных специальностей. То есть есть дрессировщики по бытовой дрессировке, есть дрессировщики, которые занимаются спортивной дрессировкой. Ну, есть дрессировщики, которые работают в спецслужбах. Собаки часто вас кусают? Ну, бывает, но чаще всего это просто как бы щенки, которые еще не умеют правильно играть. Вы можете подружиться с любой собакой? Ну, смотря сколько времени вы меня ведите. То есть, допустим, с некоторыми собаками уйдет, допустим, несколько секунд. На некоторых собак могут идти дни недели. Зачем учить собаку чему-то, кроме миски и туалета? У собаки очень пытливый ум, и поэтому жить ей просто так будет очень скучно. Основная проблема у нас собак дома бывает именно поведение, что им становится скучно, и они начинают грызть дом, разбирать, ну, как бы все детально и так далее. Поэтому это бывает именно из-за того, что собакам скучно. То есть, им нужно заниматься, что-то изучать, очень много нюхать, поработать, играть и так далее. Поэтому дрессировка на это и настроена. Зачем вы натравливаете их на большой рукав? Есть несколько видов, так скажем, дрессировки. Допустим, спортивная дрессировка – это когда служебная собака показывает, что она может, допустим, атаковать, остановить, допустим, человека. Вот. Поэтому фигурант – это тоже один из дрессировщиков-кинологов, который работает с собаками. То есть, есть спортивная дрессировка, где учат собаку работать на рукав. И есть, допустим, или спортивная дрессировка, или бытовая дрессировка, где учат собак охране. Какая порода не поддается дрессировке? Если собака психически здорова, обычным бытовым командам можно обучить любую собаку. То есть, просто есть, естественно, породы, которые очень активные, очень социальные, такие пытливые. И с ними заниматься очень интересно. Они прям впитывают, как губка. Можно заниматься и бытовой дрессировкой, и спортивной, и выучить с ней много трюков. Есть собаки, с которыми, ну, как сказать, достаточно выучить определенную базу, с которой можно как-то безопасно и легко жить. Вы пробовали корм для собак? Нет, корм для собак я не пробовала, но мои собаки как бы ели сухой корм. Я нет. Дайте совет всем, кто хочет завести собаку. Прежде всего, нужно до того, как вы завели собаку, нужно сначала проконсультироваться с профессионалом. Потому что на консультации вы можете узнать те моменты, о которых раньше не задумывались, и которые могут в корне изменить вашу мысль о том, какую собаку, допустим, завести, или надо ли вообще ее завести. Поэтому самое главное – это консультация. То есть подготовиться перед тем, как вы собрались с собакой. Ну что, прямо сейчас будем узнавать... О, ты что, дернулась? Случайно. Ну что, прямо сейчас будем узнавать у вас ваши любимые запахи, и почему именно они в нашей группе «Девятка ТВ Киров» под постом с прямой трансляцией. Поехали, Светлана Васенина. Запах шашлыков, конечно, ням-ням-ням. Тут не поспоришь. Ням-ням-ням мне-то я не от себя добавил, но тем не менее, ням-ням-ням, я полностью солидарен. Следующий комментарий нам пишет Светлана Лешко. Ваниль, корица, мы живем обонянием, а запах тела – аромат обаяния. Такой мини-стих. Евгения Джекса – запах свежести после дождя. Да, шикарно. Звучи. Поэтично. Юлия Денискина. Добрый вечер. Люблю запах ванили. Когда пеку что-нибудь, обязательно добавляю ванилин в тесто. Запах на всю кухню и не только кухню. Лучший аромат для дома. Рекомендую. У меня знаешь, какой любимый запах? Какой? Запах жареного чеснока. Да? Интересно. Когда чесночок такой начинает обжариваться. А мне вот нравится этот новогодний запах, когда мандарины смешаны, даже не помню с каким точно ароматом. Ну, в общем, да, просто мандарины, скажем так. Мандарины и запах иголок. Цитрусовые, в общем. Евгения Джекса – запах свежей выпечки. Да, это отличный аромат Светланова Синина. Если что не так, говорят, дело пахнет керосином. А если впереди удача, говорят, нюх не подводит. Чую носом. Елизавета Бушмакина – аромат цветов, фруктов. Воздух после дождя. Море, лесной воздух. Красота. А еще Светлана Васинина пишет, что, говорят, запах передается через экран ТВ. Вот в это я, конечно, слабо верю. Если вы прямо сейчас готовите, тогда это вранье, потому что мы ничего не чуем. Можно представлять, фантазировать, тогда сработает, конечно. Это да. Ольга Кудрявцева. Добрый вечер. Нравится долгожданный запах весны. Свежих листочков. Запах нарциссов. А нарциссы – это цветы или люди? Да, я, конечно, думаю, что цветы. Ирина Тетенькина. Добрый вечер. Вчера шла по улице, и там красили дорожное ограждение. Не знаю, что со мной не так, но я еле себя заставила идти дальше. Там так вкусно пахло краской. Уж не знаю, какой. Запах покрашенных площадок детского садика. Сразу чуточку веселее становится. А Юлия Денискина вспомнила еще один любимый запах. Это запах леса после дождя. Так, лес после дождя у нас. Вообще, запах после дождя пока лидирует. Ну да, правда, свежесть такая. Ирина Тетенькина. Еще запах карамели с кондитерской фабрики. Закатала бы по банкам и открывала бы, когда грустно. Кстати, многие же так делают. Даже морской воздух продают. Я даже знаю, некоторые люди прям продают запахи. Это странно. Ну, просто воздух, грубо говоря. Просто воздух, да. Это очень странно. Я понимаю, духи источают аромат. Итак, Аленка Махнева. Запах свежескошенной травы. О, когда скосил, еще косую. Вот так вот протер. Ностальгия. Я когда-то косил траву, прикиньте. Евгения Джесса. Запах березового веника в бане. Вот так вот. Еще и в баньку захотелось. А Татьяна Набиева. Добрый вечер, Киров. Я люблю аромат кофе по утрам. Значит, его варит муж. Люблю аромат свежей выпечки и бани. Значит, я у мамы и папы. Люблю аромат мокрого асфальта. Значит, я еду в машине. Значит, на улице тепло и скоро обязательно появится солнце. Люблю аромат волос моей дочери. Она пахнет детством и добротой. А и еще я очень люблю аромат цветущей сирени. Это значит, что впереди лето и энергия бьет фонтаном. Какая у нас сегодня чудесная тема получается. Такая приятная. Сразу все эти ароматы представляешь. Екатерина Рябова. Помню, когда была маленькая бабушка в деревне, пекла в печи на противне лепешки с луком. Запах волшебный. Русская печь. Березовые дрова. Повторить в обычной духовке невозможно. А Сергей Клинов. Добрый вечер. Запах укуня. Собственного копчения. И аромат духов жены моей. Красиво. Ну, друзья, продолжайте писать свои комментарии. Ну, а также прямо сейчас задавайте вопросы нашей гости. А кто она, узнаете из нашего профайла. Дамы и господа, встречайтесь сегодня в гостях у девятой студии. Арома-стилист, коуч личностного роста Оксана Невелева. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашей гостье. А вот и она! Оксана у нас в студии. Оксана, здравствуйте. Добрый вечер. Как дела, как настроение? Настроение отличное. А с чем связано отличное настроение? А потому что я каждый день на себя наношу аромат счастья. О-о-о! Да. А какой это конкретный аромат? Из чего он состоит? Нам тоже надо знать. Мы хотим быть счастливыми всегда. В аромате счастья очень много цитрусовых. Да, и как известно, что цитрусовые, они как раз дают тонус, бодрость, энергию, хорошее настроение. И воспоминания о Новом Годе, когда это праздник, а это счастье. Да, но воспоминания о Новом Годе дают аромат мандарина. А в аромате счастья мандарина нет. Там лимон, грейпфрукт, апельсин. Я ничего в западе не понимаю, поэтому, если что, помогайте мне всем миром. Итак, вы аромастилист. Да, я аромастилист. Расскажите, что это такое. Мы знаем, что такое стилисты. Люди, которые подбирают одежду. Ну да, вполне. Вот берну, чтобы там все... Ну это вы там понимаете, я и в этом ничего не понимаю. В общем, расскажите. Аромастилист – это эксперт, да, который обладает уникальными знаниями об ароматах, запахах и парфюме. И аромастилист подбирает для человека под конкретные ваши цели, задачи и желания аромат, который будет вас усиливать, дополнять, ваш образ. И с помощью аромата, чтобы вызывать определенные чувства, эмоции, определенные чувства, эмоции, определенный образ, чтобы с вас именно этот образ считывали люди. Да, то есть именно аромат – это как невидимое платье на энергетическом вибрационном уровне. Мы ароматы на себя сверху вот так одеваем, и мы в вот таком облаке находимся, да. И очень важно, что это за аромат и за что он отвечает. Потому что каждый аромат, но я конкретизирую именно натуральный аромат, он имеет определенный смысл, энергию и значение. И очень важно, что вы на себя одели, потому что через аромат вы несете себя людям, и люди считывают с вас именно информацию с запаха. То есть вы все знают поговорку, что человека по одежке встречают, но на самом деле человека встречают по запаху, то есть неосознанно на подсознательном уровне. Сначала мы считываем с человека запах, а на сознательном уровне мы уже считываем именно картинку визуальную, вот как раз по одежке. Но первичен запах. Почему? И люди притягиваются именно по запаху. И, наверное, в вашей жизни были такие случаи, когда вы общаетесь с человеком, и он вас почему-то, не знаю, вам почему-то не нравится, вам некомфортно, он вас напрягает. А на самом деле просто вам не нравится запах человека, но вы этого не осознаете. То есть просто этот запах не подходит вам, вам с этим запахом некомфортно, с запахом этого человека. То есть получается, если я возьму какой-то аромат, который мне нравится, попшикаю на человека, который мне не нравится, возможно, я такой, слушай, другой человек оказывается на самом деле. Ну, я думаю, может быть, это не совсем экологично, другого-то ходить брызгать. Но есть вариант. Но есть, да. Лучше себя побрызгать ароматом, именно правильным ароматом, который будет отвечать в данный момент вашим запросам, вашему настроению, вашему внутреннему состоянию, вашим целям. Вот да, у меня как раз вопрос. То есть ароматы прям, как при помощи ароматов управлять своим сознанием? Как при помощи ароматов управлять своим сознанием? Иногда у меня уходят гулять. Учёные доказали, что именно натуральные запахи, они благотворно влияют на психическое, физическое, эмоциональное состояние человека. И определённые запахи, да, они как раз и меняют наше состояние. То есть всем известно, например, лаванда. Например, да, запах лаванды или эфирное масло лаванды, оно успокаивает, оно гармонизирует как-то, оно расслабляет, например. Запах лимона там, да, он сразу вштыривает, он сразу тонизирует. То есть и поэтому каждый, смотрите, всё в этом мире закодировано. Каждый запах, то есть каждая травинка, цветок, растение, каждый фрукт, каждый, я не знаю, овощ, каждый цветок, он несёт в себе код информацию для мозга. Всё закодировано. И когда, например, да, то есть… Ой, у нас тут ещё и другие норматы есть. Когда, вот смотрите, делают, когда из цветка делают выжимку, да, то есть делают эфирное масло, но здесь очень важно, чтобы это было живое натуральное эфирное масло, то есть эко-масла. И эти эко-масла, то есть либо чистые эфирные масла, либо они добавлены в бутылочку, то есть здесь вот именно как парфюм, да, но это живой парфюм. Вот. И вот эта информация с этого цветка, с этих трав, с этих растений, она остаётся в бутылке, да, то есть вот это живой аромат. И когда мы его на себя наносим, этот аромат, он воздействует на наш мозг, на лимбическую систему мозга, которая как раз отвечает за эмоции, за наше настроение, за гормональную систему, за память, за сон. И у нас включаются химические реакции, то есть мозг запускает определённые химические реакции, вот, то есть мозг управляет телом, или даёт команду телу, и всё. То есть выбрасываются гормоны, почему вот, да, вот аромат счастья, он запускает выброс гормонов счастья, эндорфинов, кровь. И поэтому, нанеся такой аромат, минут через 15-20-30 у меня меняется внутреннее состояние, потому что там очень много цитрусовых, да, там много вот этих цветов, которые успокаивают, гармонизируют состояние внутреннее. И через какое-то время я реально себя начинаю чувствовать классно, мне хочется улыбаться, мне всё хорошо. То есть все эти ароматы, они как антидепрессанты, то есть они снимают стресс и убирают напряжение. Но ведь, получается, важно не ошибиться с ароматом, который ты для себя выбираешь. И как раз здесь помогаете вы, как арома уже диагност. Как аромастилист, аромодиагност. Ну, смотрите, да, стилисты подбирают одежду, вы подбираете запахи, получается, ароматы. Ну, это ж вот, ну, вы же не один, это ж как у стилистов, стилисты же там обновляйте гардероб. У вас есть, наверное, тоже, я даже читал, когда изучал вашу деятельность, у вас есть тоже такое понятие аромагардероб, по-моему. Парфюмерный, да, парфюмерный гардероб. Что это значит? И зачем он нужен? Парфюмерный гардероб, зачем он нужен? Вот как раз, как я уже сказала, что каждый аромат имеет определенное значение, смысл, да. То есть нельзя один и тот же аромат наносить и в пир, и в мир, и на работу, и на свидание. Это то же самое, что платье. То есть, смотрите, у нас же в гардеробе много платьев, мы же не ходим в одном платье всю жизнь. То есть у нас на работу одни платья, на свидание другую, на вечеринку третье, на день рождения четвертая там, да. Я жил неправильно. Погулять у нас спортивная одежда. Ароматы то же самое. То есть один аромат. Есть ароматы, которые отвечают за бизнес, за предназначение, денежные ароматы. Их нужно наносить только на работу, на деловые встречи, куда-то еще. То есть именно когда мы идем зарабатывать деньги в своем бизнесе, да. И эти ароматы, например, бизнес-ароматы, их нельзя использовать, когда мы идем на свидание с мужчиной. Потому что как раз мужчина, эти ароматы отпугнут мужчину от этой женщины, потому что он с нее будет считывать какую информацию, если на ней денежные бизнес-ароматы. Конкурент. Конкурент. То есть он будет считывать с нее мужские энергии. Вот. Для этого и нужен парфюмерный гардероб. То есть когда мы идем на свидание, мы одеваем на себя ароматы любви. Я не знаю, можно ли в эфире говорить ароматы секса. Ароматы любви, гармонии, женственности для того, чтобы как раз вот мужчина в нас видел женщину, да. Чтобы мы ему были интересны, да. Вот. И для этого и нужен парфюмерный гардероб. То есть на работу мы одни ароматы наносим на себя, да. И вызываем определенное впечатление. То есть ароматы, они именно вызывают впечатление. То есть, как я уже сказала, я нанесла на себя этот аромат, и именно по запаху меня считывает мой собеседник. То есть ароматы как и располагают к человеку, как и могут. Да, они как-то располагают, да, да, да. А сколько ароматов обычно в парфюмерном гардеробе должно быть у уважающего себя человека? Вот, как говорят вообще сейчас стилисты, то есть каждая уважающая себя женщина должна иметь сейчас парфюмерный гардероб. Но минимум, это 3-4-5 ароматов. Но минимум прямо 3. Это на работу, это на свидание, и это на праздники, на вечеринки. Там, наверное, да, вечерние. Минимум 3, но в идеале лучше 4-5. Вот, и у моих клиентов, когда я их спрашиваю, у большинства на столике стоит всего один аромат. Да, так часто бывает. Вот поэтому я и провожу, например, арома-вечеринки, арома-девишники. И я рассказываю нашим женщинам вот этот парфюмерный этикет. На самом деле, как важен вообще запах. Потому что запахи управляют людьми, управляют миром. Наверное, все смотрели фильм «Парфюмер». Конечно. Да, мы все помним. Главный герой как раз, у него такой был интересный диалог, про то, что можно закрыть глаза и не видеть ужаса красоты. Можно закрыть уши и не слышать людей или слов. Но нельзя не поддаться аромату, потому что аромат — это брат дыхания. Аромат входит в нас, в самую глубину, прямо в сердце. И мы не можем противиться этому. То есть получается, и он говорит, что кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей. Ну то есть вот это как раз про это. Итак, друзья, я уже вижу, что у вас накопилось много вопросов. Прямо сейчас пишите их к нам в группу «Девятка Телокиров» под постом с прямой трансляцией. А мы пока посмотрим топ-5 новых клипов. Вы смотрите топ-новинок отечественной эстрады по версии шоу «Девятая студия». Начинаем. Пятое место. Юный и амбициозный Егор Шип представил видеоклип на песню «Пикабой». «Пикабой» — это ремейк на фит Егора с Мией Бойкой. Артист заявил, что больше никогда не исполнит трек «Пикачу». По его словам, существо в желтом костюме остается в прошлом и не имеет к нему никакого отношения. «Ой-ой-ой-ой» Четвертое место. Мария Зайцева представила клип на песню «Шансов ноль». Это история про тяжелые токсичные отношения, из которых героиня не могла выйти долгий период своей жизни. Внимание на экран. Все думают, во всем виновата я. Не дам шансов больше твоей пули. Эти слова пусты, не играют роли. Я разлюбила тебя, чтобы спасти себя. И пусть все думают, во всем виновата я. Третье место. Джарахов рассказал про жизнь пацана из Новокузнецка. В ролике Джарахов в яркой одежде исполняет свой трек на фоне разрисованного авто. Клип дополнен веселыми сценами из жизни музыканта. Смотрим. Я вижу тысячи рук и слышу сердца, что бьются в унису. Они поют мои песни, это все не сон. Я вижу тысячи рук и слышу сердца, что бьются в унису. Второе место. Баста вместе с Хамали и Наваи не дают забыть себя бывшей девушке в клипе «Где ты теперь и с кем?». Лиричная композиция посвящена бывшей девушке, которая нашла себе другого, но не может забыть прежнюю любовь. Чем все закончится? Узнаете прямо сейчас. Как жаль, но как же круто вспоминать тебя ежеминутно в нашей пустой квартире. Пожарить тебе будет трудно вернуть то, что было главным в нашем идеальном мире. На патриках веселье к черту эту суету я наболтаю этот трек и им заполню пустоту. И ты услышишь в этих строках голос мой. И эта песня тебе письмо. Первое место. Артем Качер и Сибиль представили клип на сингл «Один из двух». На видео артисты представят в образе влюбленной пары, отношения внутри которой трещат по шмам. Большая часть визуального ряда снята на небольшую любительскую камеру, что делает кадры более личными и интимными. Останется один из двух, до старости не проживут, в твоем они не выживут, в твоем они не выживут. На сегодня все. Слушайте только любимую музыку. Ну а прямо сейчас будем задавать вопросы нашей гости. Вопросов просто море. Это здорово, что у людей есть такой интерес замечательный. Итак, поехали. Правда ли, что если ты не слышишь, не чувствуешь на себе парфюм, значит он тебе подходит? Да. Тот аромат, который вы на себе перестаете слышать, он идеально вам подошел. Потому что так у нас устроена обонятельная система, чтобы наша нервная система не уставала от запаха. Он сливается с вашим телом и пропадает для обонятельной системы. То есть люди посторонние будут слышать ваш аромат, а вы нет. То есть это так и должно быть. То есть если вы неправильно подобрали, то вам нужна как раз помощь специалисты. И соответственно аромодиагностика, если вы свой аромат чувствуете. А как же она проводится? Во-первых, что такое аромодиагностика? Я-то ничего не понимаю. Диагностика аромата. Да, подбор аромата. То есть аромодиагностика – это мой инструмент работы. То есть это авторская методика, которую создали психолог и парфюмер, как очень быстрое и точно диагностирование психофизического, эмоционального состояния человека. То есть это познание себя через ароматы. Эту диагностику создали два человека – парфюмер и психолог. Как она проходит? То есть вот у меня есть такая интересная книжечка. Блотнот. Да. То есть в ней находятся блоттеры. Что такое блоттер? Это вот такая бумажечка. Я с женой ходил, я знаю. То есть 20-25 ароматов. И каждый аромат, он за что-то отвечает. И на нем уже на каждом блоттере нанесен запах. И человек сидит, я все 25 ароматов на нем тестирую. То есть там есть специальная методика. Я говорю, как ставить оценки. То есть человек вдыхает и ставит оценку аромату. И так 25 ароматов. Между ароматами мы пьем водичку, мы не слушаем кофе. То есть это такой… Нет, это миф. Это вообще-то маркетинговый ход. Французы смеются над русскими, потому что на самом деле нужно пить воду между ароматами. И человек поставил оценки. И по этим оценкам я потом рассказываю полностью его психоэмоциональный портрет. И по диагностике как раз видно, что человеку важно и нужно в данный момент жизни. Чего не хватает, где нехватка ресурсов. А в чем нуждается его организм. Потому что здесь как происходит лечение ароматами. То есть с помощью ароматов мы можем выправить какую-то сферу даже жизни. То есть если сфера в минусе и не в ресурсе, то с помощью ароматов мы добавляем ресурс. И сфера улучшается за счет как раз воздействия натуральных эфирных масел на человека. Кстати, вот есть рядышком вопрос, рядом ходящий с нашей темой. А правда ли, что ароматерапию можно использовать для обезболивания от головной боли и даже при родах? Такой интересный, конечно, вопрос. Ну можно, наверное, в качестве какого-то дополнения к лечению. Опыта не было. Но вот для обезболивания головной боли, да. То есть есть ароматы даже. Вот этот, например, этот же аромат счастья. Мой любимый аромат счастья. Можно наносить, да, и голова может пройти. То есть от головной боли да. Насчет родов не знаю. Опыта такого не было. Будем экспериментировать. Можно взять какой-то приятный аромат. Все эксперименты. Я считаю, что роженица лучше просто нанести свой любимый аромат. Она его может вдыхать. И как раз он ей будет помогать отвлекаться. И может быть и обезболивать, и просто какие-то позитивные эмоции давать, отвлекать ее от боли. Это лучший запах от боли. Это запах обезболивающего. Все. Кстати, мы с вами за кадром говорили еще про умный парфюм. Вот умный парфюм в таких ситуациях помочь не может. Что это вообще такое? Умный парфюм. Вот как раз в моем шоуруме представлен как раз вот этот умный парфюм. То есть это парфюм с эффектом ароматерапии. Это такой ноу-хау в парфюмерии. Это настоящий натуральный французский парфюм из Франции. То есть с двойным эффектом. Помимо того, что он очень классно пахнет, божественно, волшебно. Вот этот эффект ароматерапии воздействует еще на человека. Поэтому он называется умный. То есть с помощью вот этих ароматов можно улучшать и корректировать разные сферы жизни. То есть его использовать как инструмент самопомощи себе на каждый день. Для уверенности, для тонуса, для бодрости, для энергии, для хорошего настроения. А если еще денежные ароматы ты будешь использовать, то это вообще прямо бомба для привлечения клиентов и новых возможностей. Ну то есть вот поэтому и умный. Потому что аромат работает и запускает новые какие-то изменения, перемены в жизни человека. Классно. Я думаю, что многие заинтересовались сейчас. Да, и каждый аромат, он прям распределен по сферам жизни. То есть для этой сферы, вот это, для этого, для этого. То есть под задачей человека. Понятно. Ну и давайте финальный вопрос. Финальный вопрос. Можно сказать, что вы можете... Что можно сказать о человеке по аромату, который ему нравится? То есть вы вот можете сказать, если мне нравится, например, запах, не знаю, свежего альпийского луга, вы можете про меня что-то сказать? Хороший или плохой? Аромапсихология. Ой, слушайте, если вам нравится запах альпийского луга, это, ну, наверное, это... Хоть в отпуск идут. Тут может быть разное. То есть... Значит, вы были в альпах. Это первое. Да, как минимум. Да, то есть смотрите, каждый запах, он вызывает определенные ассоциации в мозге. Он включает центр памяти. То есть если вам нравится этот запах, это еще раз говорит о том, что, да, это может вызывать какие-то события из прошлого, возможно, вы там были. То есть вот здесь принцип такой. То есть если этот запах связан с какими-то позитивными событиями в жизни или с позитивными людьми, то запах мне нравится. Если этот запах вызывает какие-то у меня негативные чувства, эмоции, мне с этим запахом некомфортно, что-то мне как-то с ним не очень, это говорит о том, что как раз этот запах связан с какими-то негативными событиями в жизни или с негативными людьми. То есть вот здесь именно с событиями из прошлого завязан каждый запах. Понятно. Хорошо, будем знать. Ну что, вот такие вопросы вы сегодня задавали. Вы огромные молодцы. Я думаю, что после эфира наша гость, если найдет время, ответит вам всем лично. Постараюсь ответить, да. А прямо сейчас давайте дарить подарки. Итак, у нас есть пригласительный билет в планетарий на две персоны. Ольга Шевченко его получает, чем мы ее. И поздравляем. Едем дальше. У нас есть сертификат на шопинг для нее. Как это звучит? Лариса Сенникова. Поздравляем. Это вам. Ну и также у нас есть подарок от гостя. Что за подарок? Да, это аромодиагностика. Авторская аромодиагностика по сферам жизни. Итак, кто ее получит? А какой вопрос вам понравился? Какой вопрос мне понравился? Наверное, вот вопрос про роды. Оригинальные. Про оригинальные роды, про обезболивание. Итак, это у нас Екатерина Рябова получает подарок от нашей гости. Вы огромные молодцы, что сегодня столько вопросов написали. Спасибо, да. Очень приятно. Вам огромное спасибо, что пришли. Погрузили нас в мир запахов, ароматов. Я вообще в этом ничего не понимал. Часик уфишку. Теперь, да, чуточку больше. Теперь я знаю, почему же она просит у меня много духов, а не одни. А рома, а парфюмерный гардероб. Все, теперь понятно. Успехов вам в вашем вкусном деле. Ароматном. Ароматном деле, скажем так. Больше клиентов и только развитие, и только вперед. Благодарю, Максим. Вот так. Спасибо вам. Ну что, это была девятая студия. Юлия Руш. Максим Кропотов. Улыбайтесь чаще. Всем хорошего вечера, среды. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok